всем огромный привет добро пожаловать на мой канал я вас очень рада видеть своим новым видео я продолжаю прибирать свой дом наводить чистоту готовиться к новому году сегодня у меня в планах полностью разобрать помыть почистить все на кухне и конечно же здесь все украсить основные две комнаты в моем доме это гостиная и кухня это там где мы проводим больше всего времени поэтому в этом году я решила именно украсить в основном эти комнаты в нашей квартире в прошлом году я достаточно так широко украшала и спальню в том числе но вот в этом году как-то у меня не знаю нет то ли настроения то ли желания у меня там совсем немножко декора новогоднего у детей тоже стоит елочка мы ее чуть так приукрасили и в принципе этого достаточно в гостиной то что я украсила и как задекорировала я вам уже показала и вот сегодня основная наверное такая кухня где мне вот просто очень хочется видеть новогоднюю обстановку атмосферу это как раз кухня но прежде нужно естественно все почистить хочу до нового года привести все в хорошее состояние почистить всю технику раковину варочную духовой шкаф посудомоечную машину вот сейчас очищаю запущу ее на такую вот чистку которая машинки называется вот вот так вот расскажите как у вас обстоят дела в этом году хочется ли вам украшать свои дома мне кажется что уже у всех данным давно все украшено и елочки еще с начала декабря стояли но вот знаете я в этом году несмотря на то что мы с вами уже общались на эту тему что очень рано все стало появляться в магазинах очень рано какое-то такое новогоднее настроение появилась именно потому что выпал снег и такая зима зима была на улице как будто я немного перегорела что ли вот именно в тот период и когда стало уже подходить время украшать дом ставить елку что-то покупать даже закупаться вот подарками то как-то вроде как и настроение нет и не хочется и не успеваешь честно говоря не знаю куда это время просто я не успела моргнуть глазом а он уже пролетел хотя у нас карантин и мы с детьми сидим дома и вроде как когда как не сейчас заниматься в спокойном режиме нет ни там школы не забрать отвезти уроки нам задают но это все свободные так скажем форме можно делать любое время вот такой такого вот именно нагруза никакого нет и в то же время и желание как-то куда-то пропало вот рассказывайте девчонки делитесь как у вас есть ли новогоднее настроение чем будете заниматься на новогодних праздниках может быть куда-то с детьми планируете сходить или съездить делитесь обязательно в комментариях мне интересно послушать может быть что-то возьму тоже на вооружение «Музыка» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Девчата, признавайтесь, кто из нас не любит экономить? Ну или хотя бы один разок не задумывались о том, как можно сэкономить деньги? Я для себя нашла одну хитрость и сейчас с вами поделюсь. Это будет очень актуально именно сейчас, потому что нас ждут новогодние праздники. Очень много всего придется закупать к новогоднему столу, покупать подарки. Да и потом целых 9 дней выходных, праздники, Рождество. И кому как не нам знать, сколько мы тратим на продукты, когда вся семья находится дома. Так вот, я очень люблю магазины Пятерочка и Перекресток. Во-первых, они располагаются недалеко от меня. Во-вторых, магазинов Пятерочка у нас в округе очень много. Там хороший ассортимент продуктов. И я к своей карте лояльности Х5 Клуб подключила сервис Пакет Х5. Пакет Х5 – это способ экономить деньги на регулярных покупках в Пятерочке и в Перекрестке. Вместо базового кэшбэка в 0,5% действует повышенный кэшбэк в 5%. Теперь мне с каждой покупки возвращается в 10 раз больше баллов, чем раньше. И полученные баллы я могу потратить на следующие покупки. Важно, что сервис Пакет дает возможность экономить не только на товарах с желтыми ценниками, но и на товарах, которые не участвуют в акциях. А с моим промокодом активация этой услуги будет стоить всего 1 рубль вместо 120 рублей. В месяц с сервисом Пакет возможно получить до 50 тысяч баллов. Это 5 тысяч рублей. И с их помощью устроить себе скидки на любые товары, не участвующие в других акциях. Пакет X5 работает в офлайн магазинах Пятерочка и Перекресток, в онлайн приложениях и на сайте. Можно также заказать доставку. А также этот пакет работает и в сервисах партнеров. Так что не упустите шанс, переходите по ссылке в описании и совершайте ваши повседневные покупки с максимальной выгодой. Технику я уже все почистила, посудомойку поставила на очистку. И сейчас я хочу поменять вот эти вот решетки, сетки, которые у нас стоят для посуды. Для тарелок и для кружек, потому что они у нас за время, пока мы тут живем, они очень сильно износились. И самое главное, они заржавели. Я, честно говоря, никогда не сталкивалась с тем, что нужно обязательно перед тем, как поставить в сушку посуду, нужно ее еще дополнительно протереть. Как-то я об этом, честно говоря, не задумывалась, потому что вот и на старой квартире у нас была такая сушка, и у родителей у меня была такая сушка, что она не подвергалась там ржавчине, коррозии, еще чему-то. И как-то абсолютно спокойно, достаточно долгое время, несколько лет, ну больше пяти, даже, наверное, восемь-девять лет они у нас стояли, и не возникало никаких проблем с этим. Здесь же, вот в этой нашей кухне, стоит вроде как неплохая фурнитура, неплохая вот эта сушка у нас стояла по качеству, но она вся заржавела, и я стала замечать, что на тарелках уже вот на ободке появляется вот эта ржавчина. Поэтому заказала сначала немножко другую, в общем, решила сэкономить, она мне пришла такая хлипкая, прям вот эти вот прутья очень-очень тонкие, тарелки в ней не держались. Я ее вернула через Озон и заказала себе именно ту же фирму, которая у нас и была, только новенькую. Она мне, кстати, пришла, как мне показалось, лучшего качества, чем у нас была. Может быть, что-то тоже наворотили те вот люди, которые нам делали кухню, и вот эти основания поставили от как раз этого бренда, а сами вот эти вот прутья, вот эту сетку поставили другую, менее качественную. Ну, в общем, не знаю, не хочу ничего говорить, у меня, как говорится, нет доказательств, но то, что качество той, которая мне пришла, именно вот в коробке упакованной с названием, она лучше, это факт. Может быть, и бренд просто поменял как бы качество, сделал его лучше. И вот даже вот этот поддон, который становится под низ сетки, у нас изначально в кухне он был такой, знаете, супер какой-то тонкий. Я даже не знаю, как правильно описать, он был не пластиковый, а как будто, ну как, не знаю, как вот прям плотный-плотный, супер плотный полиэтилен, что ли. Ну, в общем, он немножко даже так извивался, гнулся, то вот тот, который мне пришел в упаковке, он добротный, качественный пластиковый поддон, который, мне кажется, выдержит очень многое, и на который, который и чистить будет легко, и на который, как бы, можно даже что-то поставить отдельно, и он выдержит. Ну, то есть, качество, конечно, совсем другое. Вот, мне тут не пришлось ничего как-то сверлить, менять, по факту я поменяла только непосредственно сами полочки. Основания остались наши. Я, наконец, достала все свои зимние кружечки, зима уже началась, а у меня только дошли руки. Туда убрала весна-лето у меня такие кружечки, также туда сейчас поставлю вот эту вот свою, я ее очень люблю доставать весной, она такая, прям, знаете, обновляющая. Вот, это кружечка H&M, я ее безумно люблю и безумно берегу, потому что сейчас, конечно, очень сложно где-то подобное купить, и цены совсем другие, нежели были раньше. Ну, а здесь у меня зимние. Вот такая вот у меня есть, это, по-моему, Tudor, она такая, знаете, напоминает вязанный свитер, в общем, такая рельефная, красивая кружечка. Пока у меня здесь она не становится, это кружка Дашина, ей Леша подарил в прошлом году. Вот такая вот моя любимая тоже кружка, я ее покупала в фикс прайс, но она невероятно красивая, очень такая уютная, атмосферная, красная внутри. Вот это тоже из фикс прайса, покупала ее, тоже она мне нравится, такая с совятами. Вот эта кружечка из магазина Син, она тоже очень мне нравится, ее я покупала в этом году, больше, кстати, у меня и нет ничего. В этом году я только вот ее и купила. Вот это вот кружечка Ванина, я ее покупала ему в магазине Юск, когда еще Юск был в Могилеве, очень тоже такая красивая, зимняя, это была зимняя коллекция, по-моему, позапрошлого года. Она маленькая, аккуратненькая, тоже ее бережем, потому что сейчас уже не купить. И вот эта вот кружка у меня такая прям, знаете, она праздничная, праздничная, новогодняя. Это я покупала, по-моему, тоже в фикс прайс. В этом году, кстати, в фикс прайсе я что-то обратила внимание на кружки, но ничего такого красивого, интересного, прям вот то, что меня бы завлекло, привлекло и мне захотелось бы купить, я как-то ничего и не нашла. В общем, да, сейчас еще переберу вот те кружки, которые у меня вот здесь внизу стоят. Здесь есть те, от которых я избавлюсь, например, вот эта, она, видите, с трещиной, и я так думаю, что нужно от нее избавляться. Вот здесь вот я кружки поставила также, которые мне нужно отмыть. Вот это вот тоже, без Леши, естественно, я ничего делать не буду, это тоже его кружка. Кружка, кстати, любимая, но она, видите, она глиняная, она пошла вот такими вот трещинами, прям потрескалась именно сверху, и я боюсь, что она начнет протекать, но пока не протекает. Ну, в общем, поставлю с ним, обсуживаю этот момент. Это у меня Дашина любимая кружка, тоже ее помыть нужно будет. Нашла тут еще один пакет после расхламления, складывала те вещи, которые хочу выбросить, и, в общем, не отнесла на мусорку, не выбросила, вот как раз сейчас все собрала. Сейчас я протираю уже верх кухни, сегодня хотела еще выдвинуть холодильник, но сама попробовала, не получается, а пока придет Леша, пока, в общем, он покушает, это будет уже поздний вечер, я ждать его не буду, может быть, на вот как раз новогодних вот этих праздниках, когда мы все будем дома, я его попрошу выдвинуть как-нибудь с утра, и все почищу и за холодильником, и холодильник вычищу, вот так. Кстати, девчат, по поводу видео, я знаю, что у меня есть такие девочки, которые постоянно ждут моих видео и пишут мне, спрашивают, когда же будет новое видео. На самом деле, я не знаю, буду ли я выпускать еще видео в этом году, вообще, честно говоря, не планировала, планировала, что уже после праздников буду входить вот в такой вот рабочий режим, и думала, что как раз вот это видео будет, так скажем, последним в этом году. Единственное, что, наверное, выйду, сделаю такое маленькое видео, поздравить вас с Новым Годом, потому что сегодняшнее видео, оно такое мотивационное, заряженное на уборку, также на украшения дома. Ну, в общем, мне кажется, что просто не совсем будет уместно здесь же, когда я такая вот вся в запаре, в этой уборке, в чистке, и вас поздравлять с наступающим Новым Годом, да и время как бы еще не подошло, оно еще есть. Поэтому, в общем, да, я думаю, что так и получится. А вот, кстати, в своем телеграм-канале я появляюсь каждый день, буду появляться вплоть до Нового Года, я уверена, может быть, даже какие-то идеи подарков еще размещу, что-то еще такое интересное, какие-нибудь рецептики, может быть, закуски к новогоднему столу, там тоже сделаю. Там у нас очень уютно, мы с девчонками общаемся, делимся какими-то идеями. Также вот новогодние каникулы будут, поэтому куда сходить, что посмотреть, я думаю, что мы тоже там это все будем обсуждать, поэтому если вы еще не в моем телеграм-канале, не подписаны, то обязательно переходите, подписывайтесь, я буду всех рада там видеть. У нас там очень уютно, такое, знаете, камерное сообщество, доброе, душевное, где можно пообщаться, поделиться и получить обратную связь, поэтому всех буду рада там видеть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующая моя задача, это почистить фасады на кухне. Чистить я буду с помощью вот такого вот универсального спрея, покупала я его в Леруа, он подходит для любых поверхностей, мне он очень нравится, это моя уже вторая бутылка. Купила его чисто случайно попробовать и настолько я на него подсела, моя кухня белая, плюс ко всему покрытие у нее soft touch и вот этот спрей для нее просто идеально подходит. Самое главное для меня это то, что он не требует смывания его можно просто распределить, протереть микрофибровой тряпочкой и оставить на поверхности, ничего абсолютно не случится. В то же время он действительно хорошо очищает, у него не навязчивый такой легкий аромат, нет ничего ядреного такого и даже если вот его слишком много распределить, то нет такого ощущения, что нужно открыть окно, как-то что-то там проветрить. В то же время он очень хорошо очищает, даже борется вот с жирными загрязнениями, с отпечатками пальцев, с чем-то еще вот на моей белой кухне работает просто идеально. И я вначале боялась, что все-таки у меня покрытие soft touch на кухне и ну может быть как-то повредится эта поверхность или наоборот останутся подтеки какие-то. Нет, абсолютно ничего не остается. Я единственное, что я его наношу, потом протираю одной микрофибровой тряпочкой, она у меня такая более влажная, распределяю, очищаю, если нужно где-то почистить и уже второй микрофибровой тряпочкой просто прохожусь для того, чтобы распределить это средство, ну как бы его немножко снять, чтобы вот как раз подтеков не осталось. Особенно, что касается стекол, то я вот делаю именно так. Это средство мне нравится очень. Я не помню, то ли здесь, то ли в телеграм-канале меня кто-то спрашивал, как я очищаю фасады, потому что тоже у девушки такие же фасады белые soft touch. Вот я вам показала то средство. Если не успели, то перемотайте в начало вот этого кусочка и заскриньте. Пока оно еще есть в Леруа, может быть и в онлайн-магазине можно заказать, может быть этот бренд продается еще где-то. Я просто не смотрела, потому что вот я езжу в Леруа, покупаю его там и мне, кстати, его на очень долго хватает. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, это очень удобно Хотела вам показать невероятной красоты книгу, которую купила здесь рецепты на растительной основе для любой трапезы. Я покупала ее в фамилии, и вы знаете, здесь действительно очень простые, очень легкие рецепты и салатов, и супов, и разной выпечки. Скрамбл, вот, например, овсяные маффины с яблоком, корицей. В общем, прям хочу вечерком сесть, полистать, посмотреть, что можно приготовить, потому что книга достаточно большая. Да, вот ее цена, ценник фамилии издательства «Хлеб, соль». В общем, мне очень, честно говоря, понравилась. И очень красивое оформление самой книги. Здесь такие вот глянцевые, атласные, можно сказать, страницы, красивые фотографии, на которые, знаете, вот полюбуешься, и какое-то вдохновение появляется как-то. Красиво что-то сразу хочется приготовить, а потом и сфотографировать. Вот, вот такие вот разные тоже салаты порционные, я так понимаю, смотрите, тоже какая интересная вариация подачи таких салатиков. Вот такой салат с авокадо. Еще девчат сейчас ставила все книжки, и вот такую вот тоже нашла книгу. Здесь авторы Брунте и Йонас Аурель. У этих авторов есть несколько вариаций книжек. Вот этот, например, «Согревающая выпечка», это именно зимняя версия. Есть также летняя, по-моему, весенняя, я уже не помню. Но книги тоже невероятно красивые, качественные по исполнению. Тоже такие, знаете, очень уютные все фотографии сделаны. Тоже хорошее качество самих вот этих листов. Я безумно люблю, когда книги качественно выполнены. Когда ты не только черпаешь из них информацию, но также и книга является для тебя источником вдохновения. Вот здесь как раз тот вариант. И здесь разные варианты. Есть выпечки. Она, конечно, супер неполезная, супер жирная. Вернее, не полезная, а супер такая жирная. С шоколадом, с большим количеством масла. Но я так понимаю, что это скандинавы. И они, в принципе, любят такое очень все. Норвегия. Вот они очень любят такое все. Вот карамельный пирог. И я из этой книги пробовала готовить. Вот, смотрите, здесь медовик есть. Я из этой книги пробовала готовить. Сейчас покажу вам, какой. Вот, вот этот вот, девчонки, пирог. Липкий пирог с белым шоколадом. Не знаю, вот так вот прям открою вам страницу, скриньте. Потому что это невероятный вкуснотый пирог. Он есть у меня на канале. Я на канале тоже выставляла непосредственно само приготовление и рецепт. Это безумно вкусно. Этот пирог можно вот в одну присядку, знаете, налить чашку себе чая или кофе и просто сесть и полностью его съесть. Но, сами видите, по ингредиентам здесь все такое достаточно жирное, сладкое. И да, здесь белый шоколад идет в этот пирог. Но получается нереально вкусно. Даже, честно говоря, консистенцию этого пирога. Вот я пробовала впервые, он действительно как липкий такой внутри получается. И это очень вкусно, немного напоминает такую ириску из белого шоколада. Ну, в общем, так вот, поделилась с вами книжками. Я сейчас в последнее время прям вот смотрю на разные книги. В общем, да, сейчас собираю такую, знаете, свою мини-библиотеку кулинарных книг. Вот именно таких красивых, чтобы не только рецепты взять, но и полюбоваться, вдохновиться, насладиться чтением такой книги. Ну, а я перехожу к украшению кухни. У меня есть вот такой вот красивый веночек. Я его, наверное, года два или три назад покупала в Фикс Прайс. Он, кстати, очень хорошо выполнен. Он такой немного лысоватый, можно сказать. Но я думала, что я добавлю каких-то веточек. Но, вы знаете, с прошествием времени мне, наоборот, кажется, что это его фишка. Вот именно в том, что он такой. Изначально я его хотела повесить на створку, на дверцу, там, где у нас котел. Но потом подумала, что он там вообще не будет виден. Мы заходим на кухню, и получается, он у нас за спиной будет. И только в окне отражаться. И потом как-то глаз у меня прям сюда вот лег, над варочной поверхностью, на вот эту вот створку верхнюю. Попробовать его повесить. И вот сейчас он у меня висит. Вы знаете, я захожу на кухню и каждый раз им любуюсь. Также сегодня я буду украшать столешницу. Буду здесь немножко декора новогоднего добавлять. И поменяю постеры. Также сегодня я еще, девчонки, немного украсила коридор, прихожую. Я там повесила веночек. Помните, который я вам показывала? Такой большой венок я заказала, который у меня на дверь. Ну, в общем, не совсем мне понравилось, как он смотрится на двери. Я его не стала возвращать, потому что он действительно красивый, шикарный. Может быть, его вообще в другое место нужно вешать. Даже где-то там в комнате. Но кто-то мне из девочек посоветовал попробовать повесить в прихожей на другое место. И действительно, я такое место нашла. Я его просто повесила на стену. И также у меня там пришел новый постер для прихожей. И вот я повесила на один простенок между гардеробной и туалетом вот этот постер в раме. И на вторую стену повесила венок. И смотрится очень интересно, красиво. В то же время немного не оляписто всего. Но, в общем, пока мне так нравится. Здесь у нас на кухне, к сожалению, не получилось мне успеть до Нового года повесить тюль. Вернее, найти карниз, который мне бы здесь подходил. Потому что, видите, у нас получается, что окно расположено таким образом, что здесь не знаешь, какой карниз повесить. С одной стороны у нас здесь кухня. Она примыкает вплотную к стене. Также у нас немного выпирает, как вы видите, холодильник. С другой стороны у нас такой простенок, где выведена розетка под телевизор. И по факту там мы хотим на кронштейн повесить небольшой телевизор на кухню. Поэтому брать какой-то большой карниз, чтобы на него развешивать тюль, здесь просто мне негде. В то же время я думала по поводу вот этих вот рулонных штор, или как они там правильно называются. Но мне не нравятся они. Не хочу я их все-таки. В общем, курсировали такие мысли в моей голове, но не хочу. Я здесь хочу повесить обычную тюль. Может быть укороченную, может быть длинную. Но вот пока еще не придумала, как. Как повесить так, чтобы это не смотрелось и куца с одной стороны, и с другой стороны, чтобы... Ну, в общем, просто так я бы не повесила этот карниз, а потом бы тюль никак не смогла расположить. Поэтому пока решила повесить здесь огоньки, вот эту вот штору так называемую. И, в общем, новогоднее настроение уже на кухне создано. Как только захожу на кухню, теперь каждый день включаю эти огонечки. Мне они безумно нравятся. Ну, а сейчас поделюсь с вами еще одной своей покупкой. Это тоже мой подарок, вернее, наш подарок нам, нашей семье на Новый год. Мы решили обновить чайник, и я убедила мужа, что нужно купить хороший, качественный, металлический, чтобы он не был пластиковый, и мы остановили свой выбор именно на марке СМЭК. Я вообще мечтаю о том, чтобы у меня появился еще и тостер от СМЭК, и еще бы хорошо кофеварку этого же бренда, потому что мне безумно нравится их эстетика, нравится и качество этой продукции. Я очень долго, приезжая в Москву, заходила в Стокман только для того, чтобы просто пощупать, потрогать, посмотреть именно вот эту технику. Долго я к ней присматривалась, и вот как раз, когда была вот эта Черная Пятница, или как она там называлась на Озон, я прям смотрела, следила, даже ночью иногда девчонки просыпалась и отслеживала, меняется ли цена, и ухватила СМЭК по очень хорошей цене. Покупала я именно в официальном магазине представителя этого бренда на Озон, тоже все это проверяла, чтобы не попасть на подделку, еще на что-то, потому что читала, что в СМЭК вот бывает такое, что отваливаются вот эти буковки, и потом в ответ очень многие писали, что это подделка. Вот, поэтому я старалась за этим тоже следить, старалась отслеживать все и отзывы, смотреть и продавца, проверить этого продавца. В общем, сейчас я очень довольна, потому что он очень красиво смотрится у нас на кухне. Предыдущий чайник мне тоже нравился, это чайник от Китфорд, и действительно хороший, но он пластиковый. А я последнее время что-то очень часто попадаю на всевозможные статьи, и видео, и публикации, и врачей, и нутрициологов, диетологов, в общем, и практически все говорят о том, что чайник это очень важно, как и сковородки, кстати, и что чайник должен быть обязательно металлическим, либо стеклянным, но точно не пластиковым, ни в коем случае, потому что слишком много наш организм получает тогда плохих веществ, и пластик, в общем, не рекомендуется в использовании именно при приготовлении пищи и, в общем, то, что связано с нашим здоровьем, с нашим организмом. Также, как и про сковородки тоже говорят, что вот эти тефлоновые сковородки, там что-то выделяется, и, в общем, окисляется, и это не полезно. Поэтому сковородки у меня сейчас керамические, я присматриваюсь к чугунным сковородкам, вот, может быть, и тоже обновлю, но вот пока чайником я безумно довольна, и нисколько не жалею, каждой копейки этот чайник точно стоит. Ну, а я почти уже закончила, приближаюсь к логическому завершению, сейчас поменяю постеры, немного вот здесь на столе тоже добавлю новогоднего настроения, и, наверное, на этом уже буду потихонечку заканчивать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok